Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это финальная часть урока по Quixel Mixer, которую начнем с анализа еще одного инструмента для создания дорог в Unreal Engine 4. Для того, чтобы его скачать, заходим на charletoots.blogspot.com Нажимаем на вкладку Material for Toots и в самом низу на ссылку Road Tool. Таким образом, у Вас откроется пост форума Unreal Engine и именно здесь можно скачать этот плагин для дорог. В теме есть примеры работы плагина и чуть-чуть ниже прикрепленные файлы, скачав которые Вы сможете его установить. Также здесь есть полноценный урок о работе плагина и его установке. Я же в свою очередь кратко расскажу об установке и нужных функциях, которые могут нам пригодиться. Остальные интересные моменты Вы сможете посмотреть в данном видео. В скаченном архиве Вы обнаружите папку, в которой лежит файл RapidRawatt Tool UAsset. Его просто копируем в любую созданную папку в папке Content, расположенном в Вашем проекте. Например, я создал папку Tools и уже в нее поместил данный ассет. После проделанной операции Вы обнаружите его в Unreal Engine. Теперь перетягиваем данный объект в сцену и приступаем к его настройке. Чтобы начать построение дороги, Вам достаточно перетянуть Вашу геометрию в нулевой слой. После чего, у Вас появится меш дороги с манипулятором, двигая который Вы будете строить ее. Не забываем самому мешу назначать материал. Нажав Alt и потянув заточку, Вы создадите новый сегмент. Таким образом, можно изгибать дорогу. Несмотря на то, что инструмент иногда глючит. Я выбрал именно его, потому что есть много полезных настроек. Также возможность добавлять еще разные сегменты и ассеты. Строить перекрестки и получать интересный результат. В уроке на форуме, Вы можете посмотреть все функции этого замечательного инструмента. Еще у него нет видимых искажений сетки, которые часто возникают у стандартного. Здесь они правятся с помощью Tangent Lens опции. Конечно же, есть еще более навороченные платные инструменты. Но пока лично у меня не возникало потребности их использовать. Поэтому мне достаточно этого инструмента. Если запечь свет, естественно непонятные теневые линии уйдут. И самое главное, что на дороге, построенной этим инструментом, также работает Vertex Paint и все каналы Blend материала. Это все, что я хотел рассказать о Unreal Engine 4 и использовании ассетов из Quixel Mixer в нем. Теперь перейдем в 3ds Max и научимся делать дорогу с помощью RailClone и того же Vertex Paint. То есть сымитируем тот же удобный инструментарий, который я показал в Unreal Engine. Так как многим он нравится и хотелось бы найти альтернативу в 3ds Max. О ней сейчас и поговорим. Да, я забыл о самом главном в Unreal Engine. Кто не знал, в папке контента в категории Starter Content есть папка Maps и там уровень Advanced Lighting. Если его запустить, то вы получите более качественное освещение и здесь лучше всего делать рендеры своих ассетов. В этом уровне также уже настроен ассет с HDRI, в котором можно загружать свои файлы. Так вот, если перетянуть ваш ассет в эту сцену, то в ней он будет выглядеть намного лучше. Итак, это все, что я хотел рассказать по Unreal Engine. Переходим в 3ds Max. 3ds Max для рендера я буду использовать Vray Next. В сцене я установил Vray Dome, создал сплайн такого вида и импортировал ассет с дорогой. В настройках Vray Dome сразу же включаем новую опцию Adaptive Dome, которая улучшает просчет HDRI освещения. Также в настройках для камеры я включил автоэкспозицию и баланс белого. Остальные настройки оставил по умолчанию и в Render Elements добавил Vray Denoiser с режимом NVIDIA AI для быстрого превью без шума. Теперь заходим в Bridge и экспортируем первый ассет Асфальта. В списке Application выбираем Max и нажимаем Download Plugin. Как только скачается плагин, у вас появится вкладка Renderer и Script, в которых выбирается сам рендер и тип материала под него. Так как я использую Vray, то выбираю его и в Script Vray GX3D. Далее нажимаю Export. Вернувшись в 3ds Max и открыв редактор материалов, вы обнаружите данный материал с дорогой. Давайте я назначу его на Plane и посмотрим, как рендерит новый Vray Next с включенным AID Denoiser. Как можете заметить, появилась вкладка FX Result. И именно в ней выполняется работа Denoiser. Сначала все детали будут размыты, но постепенно с каждым пасом будут проявляться. В любой момент, вы можете проверить картинку без Denoiser, нажав на вкладке RGB Color. На DOMLIGHT я использую HDRise с сайта Polyagon. Там много качественных. Просто заходим на сайт, выбираем Textures Sky HDRise. Также после того, как импортируется материал, вам сразу же нужно включить Displacement. Так как по умолчанию он выключен. Конечно же уменьшаем его значение, например до 10. Чтобы был более естественный результат без искажений. Таким же методом экспортируем второй asset и снег из Bridge. Проверяем их на рендере, не забыв включить Displacement. Прежде чем применять RailClone к кассету и пускать его по сплайну. Давайте назначим модификатор для тесселяции объекта, чтобы Vertex Paint был более качественный. Далее создаем RailClone Pro объект в любой части сцены. Заходим в настройки и открываем Style Editor. В нем добавляем генератор Linea1s А также объект и сплайный сегмент. Который соединяем с одноименным названием в этом генераторе. Далее загружаем сплайный ассет дороги в соответствующие ноды. Единственное, что может пойти не так, это правильный поворот ассета. Но исправить это несложно. Заходим в настройки ноды ассета. Выбираем вкладку Deform. В Random активируем Rotation И поворачиваем объект на 90 градусов по оси Z. Далее назначаем материал и проверяем результат на рендере. Как видите, теперь у дороги правильное направление. Итак, давайте теперь создадим Vertex Paint слои для рисования разными материалами. Как и в Unreal Engine, я буду показывать смешивание трех материалов. Но при желании, вы можете использовать гораздо больше. Чтобы тесселяция работала в RailClone, вам нужно поменять режим отображения на Mesh. Потому что, к сожалению, Vertex Paint не работает со стандартным режимом отображения. Конечно же, из-за этого увеличивается количество полигонов во viewport. Но благодаря этому режиму, вы можете рисовать Vertex Paint нужного качества. А также не заморачиваться с разверткой дороги. Прямо как в Unreal Engine. Всегда помните, что Vertex Paint зависит от плотности сетки, как Polypaint ZBrush. Но при очень плотной сетке, может тормозить viewport, если у вас не мощная видеокарта. Я не рекомендую сильно нагружать 3ds Max, так как он очень капризный. И начинайте всегда с маленьких значений, постепенно увеличивая плотность. Для урока я буду использовать второй уровень разбиения в модификаторе тесселяции. Итак, для рисования нам нужно создать два слоя Vertex Paint. Для этого назначаем два модификатора поверх объекта RailClone. Затем выбираем разные Map Channel для каждого из них. Сразу предупреждаю, что первый и второй каналы не работают. Поэтому назначаем любой выше двойки. Теперь для начала создадим обычный V-Ray Blend и три материала разных цветов. Чтобы видеть результат смешивания. И сразу хочу предупредить, что V-Ray Blend просто так не работает с большим количеством Vertex Paint Card. Но кто хочет разобраться и все-таки использовать такой подход для решения задачи. Я оставил ссылку в материал for Toots на мой пост на форуме V-Ray. Где Влада указал математическую формулу, поняв которую вы сможете использовать один V-Ray Blend. Но так как я не силен в математике, покажу вам другой более простой метод смешивания. Для того, чтобы использовать мой метод, просто создаем еще один V-Ray Blend материал. В него помещаем два материала. Затем этот материал прикрепляем в слот 1 первого V-Ray Blend. А третий материал в слот Base. Далее создаем карты Vertex Color. Первую помещаем в слот Blend 1 первого V-Ray Blend материал. А вторую во второй V-Ray Blend материал в слот Blend 1. Как видите, ничего сложного. Я все же создам соединение с одним V-Ray Blend TL, чтобы вы понимали, почему это просто так не работает. И я использую свой метод. Все материалы помещаем в Base, Code 1, Code 2 соответственно. Vertex Color карты соединяем с Blend 1 и 2. Назначаем этот материал. В первой Vertex Color карты выбираем третий канал, а во второй четвертый. Теперь выбираем наш Rail Clone объект и рисуем маски в двух Vertex Paint модификаторах. Теперь, если вы нажмете Render, то вы увидите работу одной маски. Но если вы назначите материал созданный по моему методу, то все будет работать как нужно. Поэтому лично я использую его в своей работе. И если вдруг мне захочется смешать еще несколько Vertex Color. Я создам необходимое количество V-Ray Blend и Optail и смешаю их тем же способом. Итак, Blend материал готов. Осталось заменить стандартные материалы на Quixel Mixer Assets. И я покажу удобство использования Vertex Paint. Запоминаем, что фиолетовый материал это базовая дорога. Оранжевый снег, а зеленый разрушенный асфальт с лужами. Теперь, если включить V-Ray APR. То мы сможем рисовать всеми материалами, как в Unreal Engine. Просто переключаясь между Vertex Paint модификаторами. Естественно, если вы хотите сделать качество Vertex Paint лучше. Нужно увеличивать итерацию в модификаторе теселяции. Как вы уже поняли, благодаря Vertex Paint вам не нужно тратить время на создание сложных разверток. И вы можете рисовать в любом месте RailClone дороги. Итак, это все, что я хотел рассказать в этом уроке. С вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok